Лиз ТВ. Привет! С вами теперь... У меня нимбзагава... Ооо! Теперь у вас портверка поюзлась. Будет очень круто. И вам надо делать влоги. Слушайте старших, опытных. Всем привет! Сегодня очень классный день, потому что сегодня, 16 октября, YouTube Creator день в Алма-Ате, и это значит, что теперь партнерство есть в Казахстане. Наконец-то нам дали партнерство, не обращайте внимания на мой голос. Как всегда, перед важным событием со мной что-то происходит, я сегодня должна выступать с речью, а у меня хрип голос, замечательно. Что еще может быть? И разве что сейчас на меня что-нибудь сверху упадет. Приезжают из Москвы доставители Google, я думаю, что у нас скоро откроют офис Google, я буду все снимать для вас. Вот, посмотрите, где это все проходит. Нам, в общем, выдали подарки, беджики. Вот Валерия. Вы ее знаете, она тоже канал свой ведет. Спасибо. Женя уже при работе становится. Что-то так мало людей, это мало просто у нас авторов. Папам! Иера тоже девочка. Аши, Иера. Привет. Классно. Давай с тобой. Ага. Снялся. Я в шоке что-нибудь. Конечно, мы очень надеемся, что с этим запуском клиентов будет все больше и больше в Азахстане, и контент все больше и больше будет накален на нашей платформе. 400 часов видео загружается каждую минуту. Эта статистика на самом деле была всего лишь 300 часов, всего лишь 300 часов каждую минуту. На презентации, которую мы делали буквально месяц назад, сейчас уже официальная статистика, как видите, поменялась. В том числе у нас есть также 100 блогеров. Уже, несмотря на то, что партнерскую программу мы запустили педалку. Если мы смотрим, в первую очередь, наверное, отметить еще раз Жене Гейн, которая у нас сзади сегодня, и многие другие, я, возможно, с вами лично не знаком. Мы обсуждаем профессиональные темы. Кто на что снимает, как монтирует. В общем, очень интересно, потому что собрались единомышленники. И радует, что это все происходит, конечно же, в Казахстане, а не в Москве где-то. Это, конечно, круто. Мы тоже крутые теперь. А у нас сейчас обед. Все проголодались. Булочки. Женя, насчет тебя, как бы, насчет простых вопросов, скажи, как тебе вообще пришла в голову эта идея, вот, начать блог. То есть, кто тебя вдохновил, может быть, какие-то кумиры, может быть, какие-то близкие люди. За стаги, наконец, сделали прямое партнерство. Я ждала этого момента очень долго. Канал я свой веду, в принципе, давно, но была я в начале не очень активно. Начинала как бьюти, а теперь у меня и путешествия на канале, и кулинария, и какие-то там советы. Создался канал Лист ТВ, я его пытался там как-то раскрутить. Был там проект «Один очкарик» назывался, вот. А у Макса был на тот момент. Расскажи, что у тебя было, потом я продолжу, да. Я начал свой путь на Ютубе 7 лет назад, и через 2 года моего пути я сделал такой проект в ВКонтакте. Он назывался «Сообщество видеоблогеров унета», где пытался помочь какими-то или советами, или, так сказать, лицензиями авторам, которые только начали, и у меня был конкурс каждый месяц. И вот «Хуже кошачьей сраки». То есть, я так понимал, что это, ну, точно не хуже. То есть, может быть, нарах не, он чуть круче. А мне это обидело, что с тех пор я досек, ну, меня ничем невозможно как-то обидеться и зацепить на Ютубе в комментариях. Я бы так все не знала, потому что у меня довольно такой хороший контент, бьюти, в принципе, путешествие, их смотрю только в Казахстане, но по всем мире. Радую то, что раньше Казахстан был по просмотрам на четвертом месте, а сейчас я уже смотрю по рейтингу на втором месте. По просмотрам, по подписчикам, это очень радует, значит, в принципе, я в правильном направлении. Да, все встало. Если вы смотрели сегодня презентацию от Юры, то вы видели, что цифры у Ютуба в Казахстане намного выше, чем цифры в России. Именно по паритету с другими площадками. Слишком. Уже все. Да. Хей, всем привет. Женя от Ютуба из Москвы. Вот и все, к концу мероприятия мой голос окончательно меня подвел. На сцене я хрипела, на одной сцене с Лиз ТВ, и это было так круто, на самом деле. Я с такими знаменитыми, популярными ребятами сидела рядом, и мы отвечали на вопросы людей, которые присутствовали в зале. Это было незабываемо, на самом деле, я так благодарна команде Ютуб, которая меня пригласила и посадила, да, такая. Вот. Голос у меня, конечно, таский. Я теперь не знаю, что мне делать, чем брызгать, чтобы он у меня восстановился. Это такое впечатление, что я курю каждый день, такой, знаете, курильщик со стажем. Знаете, единственный момент, почему-то наши казахстанцы, как всегда, безответственно подошли к этому делу, к этому мероприятию. Ну, процентов 40 не пришли, представляете? И было так стрёмно, мне стыдно, на самом деле, за наших. Другие авторы так хотели попасть на данное мероприятие, люди, да, другие хотели попасть, но места были ограничены, и вы зарегистрировались. В общем, в итоге не пришли. Я не понимаю, почему так безответственно вы к этому относитесь. Вы пропустили много всего интересного, я, конечно, вам скажу, потому что это такая честь для Казахстана. Наконец-то у нас сделали партнерство. Теперь мы можем не зависеть от различных партнерских программ, можем напрямую сотрудничать с Ютьюбом, и это очень здорово. Создавалось такое впечатление еще с присутствующих. Я не говорю о блогерах, говорю просто о людях, которые там присутствовали, это компании, там, Медиа-сети, и журналисты, и, ну, в общем, пресса. Такое впечатление, что они не понимали, куда они пришли вообще, что происходит, какой Ютьюб, какие авторы, что это, вы кто такие, вы что снимаете себя на видео, и что происходит. Вообще, зачем это нужно, и что мы здесь делаем, и кто такие блогеры, никто не знает. Знают только, может быть, какие-то печатные блогеры, и все. В общем, меня так это немного расстроило, если честно, и самих организаторов тоже расстроило. Ну, мы просто понадеялись на то, что не все поверили в это, да, что все-таки это свершилось. И понадеялись на то, что, ну, якобы это просто начало, и все из-за этого, поэтому так мало людей. А на самом деле, наверное, в следующем году, или когда будет следующее мероприятие, будет, конечно, намного круче и масштабней. В общем, я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.